Смотря на то, что замысел произведения возник еще в 1950-е годы, оно было опубликовано лишь в 2009-м, за три года до смерти писателя. «Лето прощает» вместе с романами «Вино из одуванчиков» и «Надвигается в беда» вошло в трилогию художественных мемуаров писателя о собственном детстве. По словам автора, идея написания романа возникла у него еще в 1950-х годах. «По сути дела, лето прощает» служило продолжением романа «Вино из одуванчиков», увидевшего свет полвека назад, — говорил автор. Но когда я принес рукопись в издательство, то услышал, «Нет, такой объем не подойдет. Давайте-ка выпустим первые 90 тысяч слов отдельным изданием, а что останется, отложим до лучших времен. Пусть созреет для публикации». Весьма сырой вариант полного текста первоначально назывался «Памятные синих холмы». Исходным заглавием той части, которая впоследствии превратилась в «Вино из одуванчиков», было «Летнее утро, летний вечер». Сто для отвергнутой издателями книги название возникло сразу. Называется она «Лето прощай». И, как говорил Брэйбери, все эти годы вторая часть «Вино из одуванчиков» дозревала до такого состояния, когда с его точки зрения ее было не стыдно явить миру. Он терпеливо ждал, чтобы эти главы романа обросли новыми мыслями и образами, придающими муживость всему тексту. Роман «Вино из одуванчиков» был опубликован в 1957 году. По словам самого Брэйдери, «Лето прощай» стало продолжением истории взросления писательского альтер-эго Дугласа Сполдинга. Однако тогда, в 1950-е годы, «Зеленый свет» дали только первой части произведения. По настоянию издателя, продолжение мемуаров было решено отложить до лучших времен. Пол века роман настаивался, и из легковесного питья превратился в благородный напиток, став для читателей прощайным словом великого прозаика. Давайте возобновим в памяти события последнего лета Рея Брэйдери и его Дугласа Сполдинга. В тихом, уютном Гринтауне время летит незаметно, а его течение напоминает лишь бой старинных башенных часов. Однако в недрах этого тихого местечка начинают кипеть нешуточные страсти. Его обитатели затеяли настоящую войну. Войну со временем. По разные стороны баррикад оказались старики и дети. Первые наотрез отказывались вспоминать, что когда-то были юными, сильными, ловкими озорняками. А вторые ни в какую не хотят верить, что превратятся в немощных, неповоротливых молд. Отряд престарелых жителей Гринтауна возглавляет Коффинси Коттермейн. Уже многие годы он передвигается исключительно с помощью инвалидного кресла. Ненавидит шум и веселье, и давным-давно забыл, что такое улыбка. Страстно мечтает насолить всем мальчишкам. А главный герой Дуглас Сполдинг и его приятеля образуют настоящий военный отряд. Главная миссия этого импровизированного спецподразделения заключается в том, чтобы изобличить стариков. Так, в августе, когда лето дарило последние солнечные дни Гринтауну, юность объявила войну старости. В одном из первых военных собраний Дуглас Сполдинг произносит пламенную речь и говорит о том, что нельзя будет по течению и послушно ждать прихода старости. Нужно бороться, силой мысли запретить своим гостям расти, потому как молодой человек не видел ничего хорошего в зрелости. И утверждал, что все старики когда-то были молодыми, но в 30-40-50 лет они стали жевать табак, усели в сплетеные кресла, напялили на переносицы очки и уставились в газеты. Ребята дружно поддержали Дугласа, обещали никогда не стареть, а если придет очередь умирать, говорить «Смерти нет уж, спасибо». Затем юноши перешли к решительным действиям и украли у стариков итальянские шахматные фигуры. Фигуры, правда, по настоянию дедушки Дугласа, пришлось со временем вернуть их законным владельцам. После кражи шахмат отряд юного сполдинга устроил масштабную диверсию. Ночью мальчишки прокрались в башню с часами и при помощи петард взорвали часовой механизм. Это было сделано не просто ради забавы. У Дугласа сполдинга существовала на этот счет своя теория. После долгих раздумий предводитель отряда борцов со старостью пришел к выводу, что именно часы являются источником зла. Это они отправляют и губят жизнь, вытряхивают человека из теплой постели, загоняют его в школу, а потом и в могилу. Квотермен и остальные старики всего лишь пешки в разгоревшейся войне, а настоящий противник – часы. Уничтожение городских часов ощутимых результатов не дало. Отряд юного сполдинга был быстро выведен на чистую воду и пристыжен его же дедушкой, который в настоящем конфликте благоразумно занял нейтральную позицию. А в это время Кэвэнси Квотермен решает одержать победу над молодежью при помощи хитроумного плана в виде организации праздничного стола по поводу дня рождения девочки Лизабел, которой исполняется 14 лет. Приглашенные на мероприятие Дуглас Паудинг, глядя на стариков, начинают испытывать к ним сострадание. Молодой человек отрезает кусок торта и преподносит его к Квотермену. Старик принимает торт и предлагает Дугласу испробовать его вместе с ним. С этого момента вражда младшего и старшего поколения в городе прекращается, поскольку главный герой осознает бессмысленность войны со стариками, которые обладают бесценным жизненным опытом. При этом главная задача молодежи состоит в необходимости создания условий для пожилых людей, при которых они будут ощущать в своей душе вечную молодость.